И, Олечка, дорогая, в преддверии, вернее, в начале нового жизненного года, сегодня 1 января, я записываю отзыв, потому что, провожая этот год, я, конечно же, хотела сказать тебе слова благодарности, потому что осознаю, что та практика, та встреча с тобой, которая у нас была летом, она является одним из ключевых событий этого года, которое позволило мне дальше вообще прожить вторую половину года в совсем других вибрациях, эмоциях, в другом состоянии. Спасибо тебе огромное! Это исцеление детских травм, это влечение корневой уверенности в себе, это иное ощущение себя, ощущение такой просто абсолютной красоты, абсолютное принятие любви. А без этого, на самом деле, невозможно жить. То есть даже если посмотреть любые философские учения, то есть невозможно и любить ближнего по-настоящему глубоко, если ты не принимаешь и не любишь себя, а нам это так трудно даётся, и нужен такой наставник, нужен такой помощник, который на очень тонком плане избавит тебя от каких-то ужасных программ, там, вины, осуждения в чём-то себя, и поможет прожить, снять эти блоки, давние какие-то, детские, и вернуть тебя вот в этот свет, вот в эту божественную любовь. И я на разных уровнях очень ощущаю эту перемену. Это слышание себя, это ответственное отношение к зову своему сердца и того, о чём она говорит, о тех порывах и желаниях, о том, чтобы слышать и своё сердце, и своё тело. Один из таких вот маленьких примеров, маленький пример, но большой перемены, и такая наглядная иллюстрация того, что это слышание, эта целостность, она как-то во мне обзывновилась, усилилась, до того, чтобы, например, стала слышать чувство голода, потому что на самом деле вообще у меня по жизни его не было. Настолько я всегда в своих хлопотах, проектах, задачах своих и других людей, которые для меня всегда в приоритете, как бы изначально, задачи ума. Я не чувствовала усталости, я не чувствовала голода, могла заметить только к вечеру, что вообще забыла поесть. И вот сейчас вдруг я осознаю, что я ощущаю вовремя импульс от своего тела, о том, что мне необходимо перекусить, пообедать, и даже конкретно, что мне нужно. Это так для меня странно, удивительно, и мои даже близкие удивляются. Боже мой, у тебя вообще какое-то прорезалось вообще вот это вот ощущение, да, запрос. И эти запросы — это вот лишь маленький пример большой перемены. Эти запросы, они на очень большом уровне, на уровне порывов души, на уровне общения с близкими, да, считывания и понимания этих вещей, на уровне личных границ. Это вот целая плеада вообще перемен, освобождение такой лёгкости, которая возвращает к глубокому пониманию себя, принятию себя и ответственному проживанию своего женского пути. и как пути просто человека, как души вечной, как человека, который рождён для многого, если мы не будем себе сами же постоянно, всем, и миллионами каких-то программ, и задач, ограничений сдерживать. Спасибо тебе за это новое мироощущение, и я знаю точно, что не только я, к тебе многие приходят с каким-то запросом, как им кажется, одним, а ты вскрываешь, раскрываешь другой глубинный запрос, другую задачу, другую проблему, до которой ты сам бы ни за что не дошёл. И ты всегда это делаешь с удивительной материнской, я бы там сказала, любовью, такой чуткостью, такой тонкостью, таким адресным глубоким вниманием, таким тонким соединением с каждым человеком. Спасибо тебе за вот эту вот безграничную, абсолютную любовь, принятие, и такую материнскую ответственность, то есть вот желание помочь, вскрыть, раскрыть, помочь идти свой настоящий, большой, красивый путь. Вот в начале Нового года желаю тебе, твоей семье, всяческих благословений, поддержки попутного ветра и всего самого хорошего на твоём жизненном пути, на твоём пути проводника, примера и человека, с совершенно исцеляющей энергией, силой и знаниями. Всех благ! Спасибо тебе! Спасибо! Спасибо! Спасибо!